15 января 19 года 15 января 19 года 15 января 19 года 15 январь 19 январь 19 январь 19 чтобы мне максимально ваши лица было видно, когда я обращаюсь. Вот эти лица хорошо видно, а я вот так вот сижу, и мне не видно, что рядом сидит. Так. У нас сегодня что-то... А что, заболевых нету, да? Думаю, что-то как-то мало. А что с ними заболели? Ну, я так понимаю, что если она очень написала, что Саша в отъезде, значит, машины нету. А-а-а. Ну, сейчас-то они говорили. Слышишь? Ну, нету их. Дома берем. Так. Проверила я ваши работы. Ну, я написала в группе, да? Читали, кто победил. Вот попробуйте, чтобы руки вот так положили. Правая рука, вот как сидит в просе. Вот так все положите руки. А это, они далеко сидят, возле лавки. Понимаете, это так дисциплинирует человека, ты внимательный будешь. И вот эти тяните рукава тоже не тяните. Эта привычка останется на всю жизнь. Да, вот так вот. Время. Это когда холодно, на улице и варежек нет, можно так сделать. Так. Значит, работы написали, ну, как учителя говорят, можно было бы и получше написать. Вот. Два ученика меня разочаровали, потому что вообще видно было, что не готовились, ни одного стиха не написали. Один пытался, но совершенно не то писал. То есть, начало стиха, например, было написано, а конец нужно было, конец придумал называется. Ну, там даже близко нигде такого не было варианта в других стихах. Ну, пытался, а кто-то и не пытался, просто пустые сдали. Вот. Но идеально, идеально, правильно, ни одной запятой, ни одной там, чтобы вот с большой буквы пропустили, например, где речь идет о Боге, да, мы все местоимения пишем он, его, твое, если речь идет о Боге, всегда с большой буквы. Вот. Вот. Нигде ничего не было пропущено у Ефросинии и у Ксении. Но Полина посмотрела их работу и сказала, у Ефросинии такой почерк красивый, так она все аккуратно написала, так все старалась. Да. Я свою балду искала. Вот. И поэтому первое место присуждается Ефросинии. Слава Христу. Для меня. Все, молодец. Видно было, что она готовилась, во-первых, во-вторых, что у нее еще и память хорошая. Она ей умеет пользоваться. Ей вот такой вот блокнотик. Вот. С клеточками в подарочек. Но это как поощрение, это не подарок такой скромненький. Ты его можешь, как для воскресной школы придумать, ну если у тебя это уже недавно завела тетрадь новую. Можешь для чего-то там, тебе сейчас к экзаменам готовиться, или там какие-то записи вести, или еще что-то делать. Так что, так держать. Сегодня Агниуши тоже нет, хотела Агнию с Ваней посадить, но в следующий раз посадим. Так, давайте по поводу рождественского концерта. У нас остается всего ничего. Выходных его можем прорепетировать. Готовимся-то дома. Кто песню прослушал, которую я скидывала, чтобы успехи мои сегодня ты прослушала? А кто еще? А я для кого в группу скинула ее в понедельник или во вторник? Агниуша ее прослушала, потому что написала свой отзыв. Она узнала эту песню. Они ее пели как-то там, Сави Загуляева пели эту песню раньше. Мы с вами ее не учили. Фрорсиня, у тебя в планшете звук есть? Воспроизводится? Так, опять вроде. Или есть он звук у тебя там, когда ты включаешь ватсап, или у тебя не работают динамики? Ты никогда не пользовалась планшетом, чтобы звук был? Ролики не смотришь по планшету? Смотрю ролики. Звуки есть? Да. Но вот в ватсапе я еще не пользовалась. Ну почему? Я же скинула не для того, чтобы мы время сейчас теряли, а для того, чтобы вы ознакомились, прослушали. А здесь сейчас раздам словами, попробуем ее спеть. В смысле-то? Зачем я тогда эту группу создала? Вам скидываю материалы. Вам не искать ничего. Никто из вас не нашел и не предложил ничего. Все, готово включить на кнопку. Вера слушала? Ну а для чего я ее скинула-то? Почему не сможешь загрузить? Встань возле Wi-Fi, все загрузится. А Нестор почему не послушал? Получил свое справедливости. Не получил. Так, сейчас я принесу тогда этот митофончик и включу. Я уже старенький. В смысле? Ну да. Так, мы с вами, раз вы ничего не предложили, сделаем сценку на рождественскую историю. И у нас были две песни. Одна из них, мы ее раньше пели, она просто по сценарию в сценке идет. Там звездочки ярко сияли. Вот, давайте я вам раздам. Вот звездочки ярко сияли. И вот этот светлый праздник Рождества Христова с другой стороны. Вы сейчас мне их отдадите, потому что на службу идете. А после службы обязательно каждый возьмете себе домой. Ну, то есть на семью один вариант. Слышите? Да. Слышите? Да. Да, да. Варя будет по сценарию там снежинкой или ангелом, или может быть и снежинкой, и ангелом. Так что у них тоже будут слова. Слышь, Варя? Ты будешь участвовать. Вот она тоже. Звездочки мы пели, да. А вот вторую мы не пели. Поэтому звездочка, ну давайте сначала звездочку быстренько споем. Нам надо в воскресную школу сходить, и я оставалась там. Да. И ты не будешь стесняться? Вы знаете? А, нет, это не два. Вот звездочки. Звездочки ярко сияли над Вифлеемской землей. В поле стада мирно спали. Помните эту песню? А Даша, да дайте мне. Владенец Иисус рожден был в ту ночь. Что людям страдающим в мире помочь. Буду я пою ему одному. Христу моему. Христу моему. Христу моему. Владенец Иисус рожден был в ту ночь. Потом я громче сделаю, просто вы сейчас музыку не слышите. Там служба идет, я немного громко включаю. Я пою ему одному. Христу моему. Ангелы в свете небесном славу слагали Христу. Но в домах было тесно, и Он родился в хлеву. Владенец Иисус рожден был в ту ночь. Все. Давайте время не будем тратить. Нам еще сценку разобрать. Переворачиваем эту песню и слушаем. Ой, дай сюда. Я говорю, дай сюда. Ну-ка. Ты никогда не поешь. Давай, пой, учись. Сам в это время запоминать. Так. Сейчас будет светлый праздник Рождества Христова. Мы сначала послушаем ее под плюс, а потом будем уже учиться под минус. Может кто-то ее узнает. У гуляевых ребятишек ее знают, а вы учите. Не работает. Поем. Песня праздник Рождества Христова 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 Христа Христова Христа. Выделено там два раза, рукой закладывается. Так. Ты положи вертолу. Да, давайте, слушайте первый раз. Время праздник Рождества Христова, Разума для христиан основа. Он приходит, холода, в небеса одна звезда, Возгорит, как всегда, как всегда. Каким нам праздник Рождества приветит. Это длинн своё, напоминь, дети. Душ поддержит детский пор, Чит-сетон кинул собор, Чит-Гаспар, Балтазар, Мехио. Тихо остается на звезде сочини. Патриарх и кою врач имени. Но как солнце будет спать, А звезда начнёт мерцать, Можно всем помолясь и ровать. Здесь может какой-нибудь малыш спать. Принярская звезда над миром, Каждым домиком пахнет миром, Меж людьми царит ростом, Добрых мыслей торжество, В Рождество, В Рождество, В Рождество. Эх, друзья, давайте петь колярки, Получать за них подарки сладкие. Ах, какая красота! Пойте, пойте же уста Про Христа, про Христа, про Христа. На всех праздник Рождества Христова На земле светлее нет виноват. В зимний вечер холода, Ветриевская звезда Светит нам, как всегда, как всегда. В зимний вечер холода, Ветриевская звезда Светит нам, как всегда, как всегда. Как всегда. Три раза здесь. Как всегда. Как всегда. Это вы, потому что сейчас не распелись с утра, Еще голоса все хрипят. Расоня еще. Мы не распетые просто. Давайте сейчас... У меня нельзя этого голоса хрипит. Теперь... Для того, что я заболела. Сейчас давайте под минус поем. Поняли, да? Одна и та же мелодия, Без припевов, ровно поется. И можно будет по одному, Кто захочет распределить, Спить по одному, Мистер, закончишь? Мелодия, можно закончить? Светлый праздник Рождества Христова Для всех нас, для христиан основа Он приходит в холода В небеса одна звезда Возгорит, как всегда, как всегда. Мистер, давай один. Гимна, праздник Рождества Приветен, да? Этот день успоем на память Нет, дети. Малыш, да? Пусть поддержит детский хор Чистый, тонкий, антифор Микаспар, Бальтазар, Миккион Это волхвы, да? Пастятся до звезды Сочини Пастятся Патриарх и коник врач Имени Но как солнце Лежит спать А звезда Начнет мерцать Можно всем Помолясь Мировой Все У нас времени не остается Поняли, да, мелодия? Мелодия Не сложная Песенка Красивая Петь просто Давайте постарайтесь Посолировать Полья, сможешь посолировать Какой-нибудь Все постятся До звезды Сочини Дома порепетируй Не соратый Репетируй второй Если уж сильно не получится То мы тебя заменим Ну ты попробуй, да С гимном, праздник, праздник Я предлагаю вот этот Чуклет Мальчиком А, мальчиком Ну давайте И еще Утарас Очень похож Волос на мальчик На мальчика Ну вот сейчас Он скойчет с местором Двоем С гимном, праздник, Рождество Привет Этот гимн споем На память Дети Пусть поддержит Детский хор Чистый тон Гилан, сельхор И Каспар Бальтазар Ни хиор Вот когда путь поддержит Этот рекорд Нужно быть повыше Но это вот вы еще Первый раз слышите ее Поэтому у вас еще Не очень получается Так Все Дальше Смотрите Это что касается Песни Которую надо подготовить Дома Учите хотя бы пару раз За неделю В интернете можете Эту песню найти И слушать Если вот у вас не запускается Через ватсап Слышите, любтишки Найдете эту песню Слушайте И пойте вместе Там Или на ютубе Или просто где-то Проигрываете Или можно через поисковик найти Вот Если введете слово Светлый праздник Там миллион песен будет А вот В две строчки первые Введите Тогда только найдется Потому что песен Очень много Вот с таким Началом Так И Сценка Смотрите Кратко расскажу Будет Сценка Из четырех сцен Сцена первая Выходят Девочки Снежинки Четыре снежиночки Читают стихи Говорят о том Что вот О празднике Рождества Играет мелодия И они убегают Ведущие дальше То есть Я Кратко расскажу Да Не буду все эти стихи читать Они тут говорят Что вот Январь Снег скрипит И так далее Снежинками будут Конечно Маленькие У нас будут Ликерия Полина Полина И Варвара Может быть Еще Если будет Вашенька А кем ты будешь Ну Ты же не будешь Пастухом Например Дальше Будет ведущий Есть желание У кого-то Быть ведущим Ведущему У него будет Текст Ему можно будет Посмотреть Потому что Текста много У ведущих Янаф Свет ведущий Может Фросиня Захочет Быть ведущим Может Ксюша А ты что Ну Я хочу Чтобы вы Все Приняли Участие Ну Смотрите Ведущий Есть Дальше Вторая Снег То есть Ведущий Говорит О том Что Вот этот Праздник Он был 2000 лет Назад То есть Немножко Такой Экскурс В историю И давайте Прислушаемся Он скажет О том Что Хотел император Провести Перепись И На сцене У нас Сцена Вторая Называется Перепись Населения Сидит император На троне Ну это конечно же Кто у нас Будет Иван У нас единственный Взрослый парень Есть Иван Сидит Он будет Император Август Который Первая у него фраза Станет Трон На трону Мы поставим Он скажет Позвать сюда Гонцов Прибегают Два Гонца Догадайтесь Кто это будет Два Гонца Одинаково С лица Несторый Тарас Но мы вас Одинаково Денем Так Они прибегают Он Разворачивает Свиток Сделаешь себе Вот как Знаешь Листочек Двух сторон Закатанный И Прочитаешь Скажешь Я Римский Император Август Повелеваю Произвести Перепись Но он Повеление Своё Гонцам И говорит Не Но он может Наизусть Выучить Он им Повелевает Я Повелеваю Произвести Перепись А вы Как будто Пишите Свои У вас Два Свитка Будут Всё Как только Он вам Прочитал Вы ему Поклонились Поворачиваясь Повелеваясь 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 То есть Они Рассказывают Историю Что Они Пришли Места Им Не Было И Они Поселились В Бедной Пещере В Клево А может Вы Скоро Когда Будем Диктовать Мы Будем Пёрышками Да Пёрышками Это Детали Это Детали Это Вы Потом Костюмы Себе Палочки Пёрышки Перетки Одените Или Какие-то Челмы Себе На голову Чтобы Вы Были Два Одинаковых Горца Вот У вас Спецформа Кто С огнем Буду Стук Маля Посмотрим Сейчас Смотрите То есть Вторая Двина Перепись Маля Сцена С тремя Пастухами Сцена С тремя Пастухами Три Пастуха Значит Выводит Опять Ведущий Говорит Это Была Великая Таинственная Ночь Длинный Текст Первыми Гостями У Божьего Младенца Были Не Вельможи А Простые Пастухи И Тут Пастухи Говорят Свои Слова Последнее Посмотрите Какой Свет Пролился С небес Что это Что это Мне страшно И тут Опять Выходят Ангелочки У ангелов Кстати Много слов У снежинок Много Потом У ангелов Второй Раз И у ангелов Третий Раз Много Слов Не бойтесь Бог у меня послал Возвестить Живой Чтобы Я У Волхов Волхов Не будет У нас Только Я Ля Тут Без Волхов Без Ира Нет Нет, мы будем пастухами. Так, да, что-то я сейчас тут увидела. Но тут потом только два ангела выходят, по четверостишу говорят. И ведущий заканчивает, что исчезло чудное видение. А Мария кто? Вот. Иосифа мы в прошлом году найти не смогли. Просто будет Мария. И явятся к ней пастухи и ангелочки. Кто будет Мария? Привет, Либо Ксюша. Я раздам их дома каждому. Она не может обещать, вдруг ее не будет, поэтому мы ей пока роль не будем давать. Давайте. Так, ведущий. Ведущий Геня. Не, ну гонцы мы сразу можем сказать, что это будет Тарас и Нестор. Тарас и Нестор. Так, Август, это у нас будет Иван. Они, в принципе, там поучаствуют, они потом могут и в пастуков переодеться. Нет, мы в пастуков. Нам по здоровью. Ну хорошо, кто будет пастухи? Я, Леонид и Агния. Ну ты не решай за них. Ну мы предварительно напишем, мы спросим у них. Лера, Леонида и Агния. Так, ангелы у нас. Ну снежинки у нас, значит. Хаму Мальчин. Поля Гликерия, Полина. Ну там первые четыре, вот, четыре снежинки. Я просто разделила слова, потому что там по многу было. Вот, четыре строчки. Под покровом мягким снежным дремлет русское село. Все тропинки, все дороги и тропинки белым снегом замело. Варя выучит? Сможешь сказать? Ну-ка скажи. Под покровом мягким снежным. Громко сможешь сказать? Под покровом. Под покровом. Мягким снежным. Мягким. Все выучишь, только нужно будет скорость наработать. У нас еще есть несколько недель, чтобы быстро это, да? Ты же когда говоришь, ты же не говоришь так. Тетя Надя. Нет? Ты говоришь, тетя Надя, да? Все. Молодец. Запили уже. Так. Все. Значит, осталось у нас что? Пастухи есть? Снежинки есть? А Мария? И ведущий. Снежинки, да? Ну, мы больше еще есть. Ладно, Варя, вторая, третья, у вас. Варя, Гриферия. Полины. 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 Да, две штуки. Да, две штуки. И ангелов, да. А вы с Полиной еще будете ангелов, потому что там еще слов много. А Варя столько вам слов не выучит. Все, я вам раздам в церкви. Так, маленькое замечание. Восемь человек женского пола одеты по уставу, под булавку. Сделать под булавку, когда вы идете, найдите булавку. А то у нас написано в правилах. А когда вы выйдете из храма, тогда можно и так надеть. У нас специально наблюдатели за этим поставлены, староста. Ничего в этом нет? Нарушение устава. Это уже нехорошо будет. Не забудьте забрать, молимся. Не забудьте потом забрать, подойти слова для этих читателей. Так, найдите булавочку ей. У тебя нет булавки? Сейчас найдем. Ну, хотя. Булавки там. Господи, благодарим Тебя за все Твои милости, щедроты. Господи, упокой души, мы представим и рабы Твои, Анны. Помоги, Господи, путешествующим, тем, кто просил за них помолиться. И нас, Господи, спаси, сохрани и помилуй. Тебе на все слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У вас, наверное, там есть булавочки-то запасные? Там они не вон вы их вынесли туда. Ну да, сделайте так. Ничего. Это бывает. 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 Сын и Святой Дух. Господи, от века и до века, напоящихся Его и правда Его. Просидеться на хранящих завет и дом, и помнящих заповедливого творития Господь. На небесе у готова престол свой, и царство Его всеми облакает. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Благословите, Господи, от века и до века, напоящихся Его. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова